Добрый день! Информационная служба телерадиокомпании «Гомель» протягивает свою работу в эфире. У студии для вас працует Евген Поболовец. Беларусы завтра возьмут в руки новые гроши. 1 липня в нашей стране будет проведена деноминация официальной грошовой одинки – беларуского рубля. Банкноты узора 2000 года заменятся на банкноты и монеты узора 2009 года у соотносенных 10 тысяч до 1. Самый низкий номинал банкноты, 9-й зараз – 100 рублев. Будет заменена на самый низкий номинал нового грошового раду – 1 копейку. Усяго с 1 липня у оборот будут выпущены 7 номиналов банкнот – 5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500 рублев. И 8 номиналов монет – 1, 2, 5, 10, 20 и 50 копеек. А так само 1 и 2 рубли. С 1 липня по 31 снежня этого года новые и старые гроши будут находиться у параллельном звороте. Изявляться обовязковыми до приема при житовлении усих видов платежов усими субъектами господарения без обмежеваний. На протягу наступных 5 годов будет проводиться обмен грошовых знаков узору 2000 года на грошовые знаки узору 2009 года у любой сумме без обмежеваний и без комиссии. Цены на товары и послуги с 1 липня будут перелечены с уликом обранного масштабу деноминации – 1 до 10 тысяч. Иншими словами, коли до деноминации певный товар каштавал до прикладу 100 тысяч рублев, то после деноминации его кошт вкладе 10 рублев. При этом, как покупникам было легче адаптоваться до таких изменов, до конца года усе субъекты господарения обовязаны будут показывать 2 цены – старую и новую. Треба памятать, что деноминация – это техничная процедура. На рост цен увядение новых грошей уплывать не повинно. Контролюющие органы будут пильно за этим сочить. Петработниками управления антимонопольной ценовой политики проводятся постоянные мониторинги, изучения в торговых объектах Гомельской области. Насколько готовы эти торговые объекты к проведению деноминации? Не наживаются ли наша торговля на том, что будет проводиться деноминация? Как округлены цены? Показывают вот эти вот мониторинги. В принципе, вся торговля у нас готова, везде подошли ответственно. С 1 липеня уступят усилы документ, отповедная якому усе неприватизованные кватеры переходят в разрад арендного жилья со штомесячной оплатой за его корыстание. Черговой от терминовки указа, нагадывают специалисты, не будет. Той, кто неприватизовал кватеру, повинен, як мага худше, переоформить жильовый договор. Нагадаем, выплаты за приватизацию кватеры могут быть различны на 40 годов. Але 10% догольной суммы треба заплатить одразу, одиночасово альбо на протягу года. Важно отзначить, что до момента погашения расторминовки распоражаться кватерой нельга. Наприклад, продать альбо подарить, тиздать. У выпадку не выплаты узносов договор приватизации будет скасованы. До речи, отмова от заключения договора аренды не вызволяет от платы за корыстание жилым помешканям. Але для их предугледжены певные льготы. На Гомельшине отбылась 18-я сессия областного совета депутатов. Увязное мероприемство проходило на базе Мазырских, Лельчицких и Житковицких районов. На разгледжене было вынесено питание формирования и распаусюджывания национального туристичного продукта у культурно-туристичных зонах в области. Вероника Ворошилина, Волода, под обязанностями. Развитие чинного туризма и экспорт отповедных послуг – приоритетные направления державной политики нашей краины. Минавито тому 18-я сессия Гомельского областного совета депутатов не обмежевывалась только посяжением. Она включила наведование показальных туробъектов региона, на работу яких варта равняться. Первым пунктом выездного мероприемства стал Мазырский район. Сегодня тут продуктивно працует 9 агрося дип. Гостям у них пропонуют широкий перолик платных послуг для комфортного отпочинка и знакомства с пригожостью белорусского полеса. Если смотреть за последнюю пятилетку, то начинали мы около 240 миллионов зарабатывали наши усадьбы. На сегодняшний день доход составляет почти 2 миллиарда. Если говорить по численному составу посетителей, то если мы начинали 5 лет назад, где-то около было тысячи у нас туристов, то на сегодняшние последние цифры 5 тысяч 100. Среди них 1500 людей, приехавших из соседних наших государств. Зараз активно развивается на Гомельщине и вытворчивый туризм. В Житковицком районе, прикладом яго-поспехового функционирования, з'является Туровский молочный комбинат. Это сучасное высокотехнологичное предприемство по вытворчивости паут твердых и мягких сыров по итальянских технологиях. Туристичные группы тут примают достаточно часто. Для этого предугледжена специальная галерея, где просто панорамные окна можно надзирать за вытворчивым процессом. Промышленный туризм – это очень правильное направление, людям интересно. И когда ты можешь совместить показ производства, как это делается, предложить купить это в магазине, продегустировать и покушать в кафе, потому что, как правило, в нашем кафе очень много блюд из нашей продукции, особенно десерты, то, конечно, это привлекательно, приятно гостям, это имидж предприятия, это развитие нашей торговой марки и бренда. Одной из приоритетных направлений распространения национального туристического продукта в Житковицком районе так само изъявляются паломницкие поездки. Например, дворы Саглебские могилки у Турови користаются особливой цикавостью сбоку туристов. До отсюда дейных крыжов, які растут прямо с земли, приезжают же хары самых грозных краин. У дельники 18-й сессии Гомельского областного совета депутатов сходятся умеркования. На Гомельщине туристам, саправды, есть, что показать. Головное – правильно организовать готовые працы и утримливать объекты на належном узровне. Те объекты, которые мы посетили, действительно находятся на высоком уровне. То есть у нас есть, что предложить потенциальным нашим отдыхающим. Вот, соответственно, условия, быт. В рамках реализации основных направлений 5-го Всебелорусского собрания, это в частности экспорта, мы должны привлекать иностранных граждан, для того, чтобы они отдыхали на нашей базе, на нашей территории. Ну и, соответственно, те условия, которые и услуги мы представляем, они находятся на достойном уровне. У пленарным посяджении 18-й сессии Гомельского областного совета депутатов принял уйдел старшиня Абл-Ваканкама Владимир Дворник. И он выказал конструктивные заваги и пропановы у адресу працовника управления спорта и туризма. Усёгэта ухудкем часе знайдзят люстравание у программе рашения по формированию и распоусюдживанию национального туристичного продукта в культурно-туристичных зонах Гомельской области. Вероника Ворошильна, Сергей Лукашук, телерадио «Кампания Гомель». Санитарные службы Гомельской области проводят мониторинг якости продуктов харчования, которые реализуются прозгандлёвые организации. Такая необходность выкликана высокой температурой поветра, что может приводить до сапсования продукции. С выниками проверок этого месяца ознайомился Олег Синчаров. Те, кто памятает 90-е годы минулого сагодия, памятает на пыльные и практически полную отсутствие на полициях продуктов харчования. Зараз ситуация принциповая иншая, на быть можно усё, что пожадаешь. Але такая разностаенность может створать и пыльные ризыки, особливо успякотные на дворе. Медики свержают, вероходность захворывания на восток кишечной инфекции у такие дни повеличивается в разы. Унешим виноваты и сами грамадяне. Некто не выкористовывает для захования ежи холодильники, некто игнорует термичную працовку. Ещё одна проблема – уживание продуктов, термин заховывания, яких закончился, причём набыть такие продукты сегодня можно и у крамок. Стикерами наверх продукции, где срок производителям установлен, наклеиваются предприятиями торговли, свои уже сроки, соответственно, продлённые, мы наказываем по этим нарушениям довольно жёстко. В учреждении этого года санитарная служба проверили 850 объектов Ганлю и в 88% значили порушения, 17% от огольной колькости – реализация непроходной для уживания продукции, а ли на первом месяце порушения, якие выкликаны спякотным на дворе. 27% мы фиксировали это по условиям хранения и реализации, то есть несоблюдение температурного режима, прежде всего недостаточность или холодильного оборудования, или же их неэффективная работа, или же температура в помещении несоответствующая. Только в учреждении этого года с того разворота выведена омальь полторы тонны неякостной харчовой продукции. По причине недодовольняющего санитарного стану в целом по области припынена эксплуатация больше к 100 объектов. Правда, зачинялись они, извычайно, не больше к на сутки для проведения генеральной уборки. По лабораториях Гоминского областного центра гигиены, эпидемиологии и громадского здоровья сегодня могут проверить продукты по маль пятистах в микробиологичных, физико-химичных и радиологичных показчиках, а тому тут добро ведут реальную ситуацию. Усу визит с чем, раючь завсёды звертать увагу на якость продукции, якая набывается в объектах гандлю, и полностью выключить набытье от этих же колбас, сыровых и сухофруктов с рук. Сказать об заховании такими гандлерами, хоть неких санитарных потребований, особливо успякотно на дворе, у вогули не приходится. Были несоответствия как национальных санитарных норм и правил, так и технических регламентов Таможенного союза. Основные несоответствующие результаты были получены по микробиологическим показателям. Это обнаруживались в бактериях группы кишечной палочки, плесени, в такой продукции, как бульоны быстрого приготовления, сухофрукты. По физико-химическим показателям, таким как консерванты, у нас были несоответствующие результаты получены по кондитерской продукции. Олег Сентяров, Дмитрий Родзянко, Телерадо и компания «Гомель». Это все новины на этот час. У студии для вас працавал Евген Паблавец. До встречи в эфире.